Аплодисменты Я вынужден вас попросить еще раз представиться Адвокат Динза Дмитрий Дмитрий Да Сегодня мне сложно подобрать термин происходившего в суде Вот тот цирк, который называется правосудие в России Прокомментируйте, пожалуйста Ну, так скажем, цирк сложился на самом деле по ряду причин По ряду того, что у нас следственный комитет непрофессионально сработал Я вам могу сказать, как бы следовать прокуратуре, который, так скажем, в 98 году по 2000 работал Мы, когда приезжали и изымали какие-то технические средства Либо мы распечатки какие-то хотели сделать, технические средства Мы никогда не доверяли это определенным лицам делать, собственно говоря, в ресторане Либо еще каким-то непонятным лицам, которые непонятно, что нам должны распечатать При непонятных условиях технических То есть вы полагались на своих специалистов, на специальную адресу? Конечно, конечно Мы должны, фактически они должны были По своей категории, так скажем, полномочий Изъять данную аппаратуру техническую То есть кассовый аппарат? Кассовый аппарат Назначить, во-первых, техническую экспертизу по исправности данного технического объекта А второе, это прежде всего привлечь специалистов-программистов, специально обученных То есть были ли посторонние программные вмешательства? Правильно, совершенно правильно То есть комплексная экспертиза будет называться компьютерно-техническая И, соответственно, привлекая таких специалистов, они проводят экспертизу Вытаскивают оттуда информацию И она превращается в доказательство С которым уже сложно было бы спорить А то, что они распечатали Теперь получается, что мы должны как-то за счет суда Не за счет следственных органов А за счет именно суда Пытаться расследовать обстоятельства получения Это кассовой ленты Технической исправности аппаратуры Внесение туда каких-то изменений Потому что по этой ленте ничего не понятно Я вам могу таких лент распечатывать Купив какие-то аппараты, так скажем Если мы еще должны допускать определенный момент Дело в том, что не всегда у нас бывают организации добросовестные Правильно? Бывает Вы имеете в виду уход от налогов? Да И такое бывает? Естественно Не может быть Ну да, не встречал, как в лесу Понятно Бывает и такое Естественно, многие организации этим грешат И следственный комитет должен был допустить Даже допускать эту элементарную мысль Что этот ресторан, эта организация Могли уходить каким-либо образом от налогов Не досчитывать какие-то, так скажем Определенную прибыль Которые должны были отображать в налоговых документах Иметь черную бухгалтерию Ну так, на минуточку На нолик меньше Да, на нолик меньше Соответственно, что в карман побольше положить И исходя вот из этой практики Они не должны были слепо, как слепые котята Доверять именно то, что они пришли В какой-то государственный орган Откуда они получат объективную информацию Они должны были понимать, что это контора Коммерческая Извлечение прибыли И ничего больше Ничего лишнего, только деньги Соответственно Но они почему-то как-то поверили И просто запросили у них какие-то документы Которые они изымали в один день Мы столкнулись с доверчивыми прокурорами С доверчивыми следователями Я боюсь, что вот эта доверчивость Сейчас отражается на том, что у нас Даниил Полтора года уже находится Так скажем В местах лишения свободы Вот Даниилу как раз не доверяют Нет, Даниилу не доверяют Поэтому избирали меру пресечения под стражей Да Но это Знаете, какая ситуация получилась? Как в анекдоте Мы с вами два джентльмена Дай мне сто тысяч Я тебе отдам точно Без документов, без всего Но мы же джентльмены Какие проблемы? Вот я думаю Так же ситуация получилась В этой конторе А то, что сегодня официантка давала показания Она была изначально готова Видно было, что она так рьяно Отставила позицию Видно, что она прочитала даже свой протокол допроса Это было сразу по ней видно Что ей дали ознакомиться То есть кто-то ее Да, подучили И ситуация просто вышла из-под контроля Когда Даниил сформировал определенный эмоциональный фон Вы же понимаете Эмоциональный фон, зрители, камеры Было сказано круто, вы это состряпали Да, в адрес Да, да Было такое сказано Да И, соответственно Ну, а дальше Как говорится Определенное мастерство Разговорного жанра Позволило выяснить нам много интересной информации И, конечно И суд был сейчас Немножко заинтересован Ее прикрыть от этого эмоционального фона Потому что она уже начала говорить То, что она не должна была говорить Правду Ну да Соответственно, правду И я надеюсь, что На следующий судебный заседание Она еще больше правды скажет Уже в том же русле А вообще, в принципе, может и закрыться Я так думаю, что на следующее судебное заседание Она может прийти и уже говорить Я не помню, я не знаю Я не могу это оценить Ну, как обычно у нас сотрудники милиции Приходили, которые давали примерно такие показания Не помню, не знаю А те, которые приходили не готовы Это у нас, по-моему, один такой сотрудник был Тот нам, красавец, все рассказал Как труп его оручил Единственное, что я жалею до сих пор Что я ему не задал вопрос Какой же он в тот день труп-то оручил в итоге Потому что это он отчетливо помнит Спасибо, Дмитрий Давайте дождемся следующего заседания Я надеюсь, что оно будет не менее интересно Я тоже так думаю Здравствуйте Адвокат за цепь, защитник Даниила Константинова Прокомментируйте то, что происходило сегодня в зале Ну, сегодня допрашивали официанта ресторана Дайкон, Мишей Она, строго говоря, она свидетелем-то не является Потому что она утверждает, что не помнит ничего о событиях 3 декабря Был ли там Даниил с родственниками и друзьями, не было ли его То есть самое интересное, что можно было бы услышать от такого свидетеля Он как раз сообщить и не может Но в целях хоть какого-то опровержения позиции защиты по алиби Сторона обвинения изобрела такой способ косвенного опровержения алиби Через чек некий или счет, мы пока так и не разобрались Ресторана Дайкон, где указаны блюда, вроде бы заказывавшиеся на этом столике Где сидел Даниил с компанией И вроде бы эти данные несколько не сходятся с сообщенными свидетелями защиты Я хочу пояснить, чтобы вы понимали Здесь речь идет не о том, что людей там вообще не было А уровень спора такой, что заказывали, например, там соевый суп, соевый соус или не заказывали Как это влияет на опровержение или доказывание алиби, мы не совсем понимаем Но сторона обвинения, скажем так, очень носится с этим документом И, собственно, что сегодня... Хотя документом его назвать... Ну, что сегодня сделала официант Мишей, которая, понятно, очевидно, она в конце сама признала, что была подготовлена к ответу на самый главный вопрос Самый главный вопрос, который задавала сторона обвинения Вот вам предъявляется некий документ, скажите, это чек? На что она уверенно заявляла, это фискальный чек, да, да, это фискальный чек, который отражает реальный заказ Однако в ходе допроса мы что выяснили? Она нам пояснила, на фискальном чеке должен быть ИНН, например Ну, на самом деле, там много еще что должно быть, реквизиты кассовой машине и так далее Нас даже ИНН устроят, да Ей предъявляется документ, на нем ИННа нет Я говорю, найдите на нем ИНН Нет, на нем ИНН То есть это не фискальный чек? Нет, это фискальный чек А почему вы так утверждаете? Вы юрист? Нет Вы бухгалтер? Нет А у него строительное образование Как вы со строительным образованием так вот уверенно в суде даете юридическую оценку документу? И под конец заседания, собственно, выяснилось, правда и правда оказалась простая, достаточно ясная Что о том, что этот чек фискальный, сказала руководство ресторана Осталось выяснить следующий вопрос Когда руководство ресторана об этом сказала? И тогда оказалось, что этот чек, не чек, счет, не счет Это лента Там, на самом деле, в материалах дела в подлинниках имеется лента Ее называло следствие в материалах дела кассовой лентой И вот оказывается, что эта лента, она распечаталась непосредственно То ли перед приходом милиционеров в ресторан Дайкон То ли когда они уже туда пришли Где-то в конце марта или начале апреля Да, то есть где-то в начале апреля 2012 года Через несколько месяцев после событий То есть надо понимать, что то, что пытаются нам выдать заказовую ленту Беспристрастно и точно фиксирующую заказ 3 декабря 2011 года На самом деле, как нам сегодня пояснил свидетель Распечатано было заместителем директора ресторана Неизвестно с какого терминала, с какого принтера, с какого аппарата В апреле 2012 года После чего заместителем директора ресторана была дана инструкция Вот я вот сейчас распечатал вот это Это, запомните, ребята, это фискальный чек После чего ребята и девчата, ну, кто более или менее на этом стоят При том, что человека просит описать фискальный чек Он описывает, ему предъявляется нечто, что совершенно не соответствует ИНН, нет, не отдельный кусочек бумаги, а лента Он говорит, нет, это все равно фискальный чек Ну, по какому признаку ты это узнаешь? Ну, и вот мы в конце поняли, что признак-то какой Сказала замдиректора Ну, собственно говоря, то есть Дело в том, что вопрос, в общем-то, как бы не стоил выеденного яйца Но поскольку на нем, по сути, это одна из основных контрпозиций обвинения по заявленному Алике Вообще-то прокуратура билась за вот этот кулачок бумаги, который... Ну, дело в том... Это не тот ли, в котором указаны были щербеты и все остальное? Ну, там заказ, мы это в прошлый раз объясняли Заказ по-своему странный Люди несколько часов сидели за столом Компании пили Пили, да, и съели там два мороженых Да, то есть это само по себе странно Это как раз косвенно может свидетельствовать о том, что, конечно, были блюда И эти блюда просто прошли, что называется, влево Это был день рождения? Влево, мимо кассы, да, эти блюда прошли Поэтому их там в этом чеке нет Ну, будем разбираться дальше с этой лентой Кто ее печатал, зачем ее печатали Ну, то, что это не фискальный чек, это, я думаю, мы сегодня выяснили А то, что это печаталось в апреле То ли непосредственно перед приходом сотрудников полиции туда То ли, может быть, уже когда они пришли и сформулировали свои пожелания Что они хотят на выходе увидеть Это, в принципе, уже врисовывается Спасибо, будем следить за следующими заседаниями Спасибо вам Держите, родственники Молодец, молодец Держите, подсорники Держите, подсорники Такие подсорники Даня, держи Аплодисменты Спасибо 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 Спасибо